Доброе утро! И ни в коем другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, товарищи, леди и джентльмены, ибо нет другого имени под небом данного нам, самим Богом данного, только Иисус Христос и Ишуа Амошия. Помазанник, спаситель, помазанник, так по-русски можно сказать, да, ибо нет другого имени под небом данного нам, человеком, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены мы, которым спасаемся. Спасибо тебе за все, Господь! Благодарю тебя за доброе утро! Сказано, был вечер и вот утро, да, вечер, утро. Да, сегодня уже 4 августа, да, Галатам 5 глава, да, напоминает, да, брат, слава Богу, спасибо. Да, 4 августа сегодня уже на дворе по гражданскому календарю, а по библейскому исчислению лет сегодня 14 ава, 14 ава уже, да, полнолуние, месяц ав, вот, сегодня ночью была красивая очень луна. Да, ну, на телефон не получается, пробовал запечатлеть, но не получается, все равно как-то размытый, как-то нужно, чтобы, да, был хороший аппарат, конечно, чтобы это, а так вот, ну, вроде что-то получается, да, похоже, так издалека, так вот, а так посмотреть, конечно, нет. Но очень красиво было, кто смотрел, тоже наблюдал, очень красиво полнолуние, вот, достаточно яркая была луна. Да, вот, месяц ав, да, 14 ава сегодня, 14 ава, вот, сегодня вечером, кстати, праздник в Израиле, он так называется, 15 ава, да, праздник Тубиав, да. И в полнолуние просто этого месяца, согласно Библии, там, значит, да, значит, интересно очень, снимали запреты, сняли запреты на то, чтобы разные колена Израиля женились, выходили замуж тут, ну, вместе, совместно, да. Вот, и, в общем-то, да, доброе утро, дорогие братья и сестры, шалом всем, Ольга пишет, да, шалом, шалом, шалом. Вот, и с тех пор это как праздник любви такой, Герман, да, приветствует тоже, слава Богу, вот, и поэтому, да, сегодня вечером такой интересный праздник очень. Ну, да с Бог вечером, сегодня об этом поговорим, иншаллах, как татар говорят, да, если Богу будет угодно, будем живы-здоровы, то сделаем, как Яков говорит. Спасибо тебе, Господь, за все, благодарю тебя, ты действительно вдохновение, знаете, для художника, да, вот вдохновение, это все, вдохновение, да, и... Мое вдохновение, это Иисус. И вот в этой песне, да, я на днях ее слушал, в записи, вот, очень понравилось. Иисус, мое вдохновение, так и называется она, эта песня, Иисус, мое вдохновение. Иисус, мое вдохновение, в золотых лучах откровение. Иисус, лоза виноградная, к ней летят дожди благодатные. Иисус, для мира спасение. Иисус, мое воскресенье. Надо потише, а то я с утра... Да, а то люди еще спят, еще, да. Улыбнись глазами небесными, уведи в долину чудесную. В небесах лазурь благодатная, лазурь колыбельная. В небесах страна беспредельная. Да, колыбельная, беспредельная. Класс. На заре, в сады виноградные, к нам летят дожди благодатные. Кстати, как раз именно в сады виноградные выходили израильтянки и израильтяне. Да, вот в те далекие времена. Удивительно. Именно вот в этот день, да, 14-го на 15-е. Елена, шалом, шалом. Представляете, да, здорово. Я как-то даже... Только сейчас, пока пел, вот подумалось это. Действительно, вот виноградники выходили в это полнолуние, месяца Ав. Выходили девушки еврейские, вот, брали свои наряды, брали свои платья, самые лучшие, вот, и готовились заранее. Эти платья, они часто становились и вообще, как бы, свадебными платьями. В общем-то, ну, как бы, они так как бы и готовились, собственно, как свадебные платья. Герман пишет, мир вам, дети Божьи, миром принимаем, брат дорогой, слава Богу. Так что, да, и богатые, и бедные семьи готовились к этому дню, да. И когда уже девушки были на выданье, что называется, да, значит, приносили все платья свои в эти виноградники, вот, в эти сады виноградные, кстати, да. И чаще, ну, короче, обменивались платьями. Такая была традиция, интересно, доброе утро, шалом, Марина пишет. Обменивались платьями. Вот, значит, и часто бывало так, что бедная девушка поэтому была в богатом платье, вот, а часто было так, что богатая девушка с богатой семьи одевалась в бедное платье. Ну, тоже хорошее, красивое, но сравнительно бедное платье. Но все девушки готовились к этому дню, да, вот, вот к сегодняшнему дню, 14-го числа, полнолуние, месяца Ав. Вот, и вот в эту ночь, вот, предстоящую ночь выходили в этих платьях, в этих нарядах в сады виноградные, как раз виноградники выходили. Вот, ну и туда приходили, слетались молодые люди, да, 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 такая молодежка была такая, еврейская. Вот, и ребята туда, все еврейские, которые уже, в принципе, жениться уже приспичило уже, уже захотело жениться, да, то все шли туда, в эти сады виноградные. Вот, и вот такая была, да, интересная вещь. Девушки прикрывали лица в этих платьях различных, богатых, бедных, и ребята выбирали, вот, смысл был такой, что вот выбрать сердце, то есть, чтобы Бог привел. Интересно? Сейчас как-то чудно это все выглядит. Выглядело бы все чудно весьма. Вот, да, видели платье, лица девушки фактически не видели. Дмитрий, да, шалом, доброе утро, шалом, дорогие возлюбленные, шалом, шалом. Да, слава Богу, я рассказываю как раз про Тубиаф. Вот, сегодня вечером праздник начинаться будет. Да, и вот вспомнилось, что как раз именно вот, да, как раз в сады виноградные песня, песня сама напомнила это. Да, сейчас, секундочку, друзья, секундочку, здесь у меня, так, у меня здесь готовится лепешка даже, еще, но не простая лепешка, а экспериментирую, короче. Ух ты, красота. И пахнет вкусно. Тоже всяких овощей, овощей там, кабачков там, всяких там. Вот, пробую лепешку сделать такую, утрешнюю лепешечку. Как раз и на причастие, и так позавтракаю. И вот этот праздник, сегодня луна была классная, я говорю, красивая очень, полнолуние. Сегодня 14-е число уже, месяца Аф. Да, значит, Тубиаф праздник. Сегодня вечером начинается, и, в общем-то, всю ночь, с 14 на 15 Ава. Ну, в общем-то, по сути, сегодня и завтра, вот два дня этих, вот, являются праздничными в Израиле. Были, когда-то были, вообще, согласно вот древним писаниям, Талмуду, этот праздник был одним из самых веселых. Вообще, Йом-Кипур и Тубиаф, вот это были самые такие празднества великие, веселые, разгульные такие празднества в Израиле. Вот, на Йом-Кипур, почему? Потому что прощение, все прощения просто вообще. Да, всем доброго утра и благословения, Александр пишет, да, доброе утро, братья, сестры. Вот, а Тубиаф, вот, сегодняшний праздник, да, значит, и вот, ну, сегодня вечером уже, официально, да, как бы вечером начинается. То, значит, то это, как вот, как в христианском мире праздник Святого Валентина, допустим. Леонид пишет, брат Сергей, что можешь сказать про небольшую книгу Жанны Гейон «Познание глубин Иисуса Христа». Не читал я ее, не знаю поэтому, но я слышал разные отзывы очень хорошие о ней, разных очень служителей. Сам не читал ее, хотя цитаты читал, ну, мессенджеры такие. Это на Фейсбуке кто-то публиковал, кто-то из моих друзей, публиковал всякие такие, ну, не только короткие цитаты, а даже такие пространные такие, там, чуть не целая глава. Я прочитывал, да, вот эти вот публикации, мне понравилось, очень понравилось. Но сам, но всю эту книгу я не читал, поэтому даже и не знаю. Но то, что читал, понравилось, да. Вообще, безусловно, что в каждом поколении, в каждое время, да, очень рекомендую, они пишут, да, слава Богу. Вот, и Господь даст, познакомлюсь с этой книгой тоже. Самое-то главное, конечно, чтобы лично с ним знакомиться, лично его знать. Самое главное, самое важное, ни Библия, ни Жанна Геон, ни одна книга на земле, она не способна заменить живого общения с живым Богом. Не способна просто. Много на земле прекрасных книг, вот, вообще в Библии 66 целых книг, но ни одна из этих 66 книг, она не способна заменить живого реального Иисуса, реального Бога, общения с живым Богом. Вот, и много книг, кстати, даже интересно, я тоже, я тоже пишу сейчас книгу, и тоже, честно говоря, меня тормозило всегда, и тормозит, знаете что, к написанию. Что и так много всего написано на земле, и так столько книг всяких вообще, что и хороших всяких книг, и прекрасных, и не очень всяких. Вот, думаю, еще дополнительно писать, как бы, ну, смысл, смысл. Ведь Христос, Он здесь сейчас, и люди могут Его познать, вот так вот. Вот, но, видимо, кому-то нужно прочесть будет и мою книгу, а кому-то надо прочесть и Жанна Гийон книгу, кому-то надо прочесть, значит, еще Александра Мени, допустим, книгу. Мне тоже одно время помогла, как раз, вот, Сын Человеческий, Александра Мени. Даже не эта книга, даже его беседы, скорее даже, беседы помогли его. В 96-м году помогли, вот, освободиться от сектантского мышления такого, выйти из традиционного православия. Вот, очень сильно помогли мне его книги тогда. Его беседы, беседы больше. Ну, а Сын Человеческий помогло именно, как бы, осознание, думаю, да, доброе утро, благосковенного дня, шалом, братья и сестры, Лидия пишет, да, шалом, 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 да. Интересно. И в Израиле верили, вот, в те далекие времена, в древности, верили, что сам Бог пути юноши и девушки приводит друг к другу их. Хотя практиковалось и такое, женить бы такая, тоже практиковалось, безусловно, когда по договоренности, значит, по расчету такому, по договоренности родителей. Когда родители, они договаривались, еще с измельства бывало, тоже, как на Востоке принято и сейчас во многих народах, договаривались, значит, да, обговаривали все. Бывало такое, что мальчики и девочки эти еще были совсем маленькими, совсем еще несмысленными, вот, но родители уже договаривались, обсуждали это все, и потом к этому все шло. Доброго мырдного божьего ранку, я люблю книги Дерека Принца, да, классно тоже книги, тоже, тоже, да, это вот Жанна Геон нашего времени, да, 20 века, ну, судя по этим цитатам, то, что опубликовали на Фейсбуке, вот, да, вот, действительно, да. Похоже очень на Дерека Принца некоторые вещи на самом деле. Вот, значит, и, да, Дерек был замечательным, был учителем Библии, замечательным, я восхищаюсь вообще Дереком, вот, и, ну, опять-таки, при всем моем уважении к Дереку, да, значит, мое вдохновение сам Иисус. Вот, а все книги, журналы, газеты, вот, видео, все-все-все-все, любая информатика в этом мире, да, она должна нас подталкивать и подталкивать нас к познанию, к встрече с живым Богом. Познание самого Иисуса, познание Слова Божьего. Сестра во Христе Жанна Геон, будучи Ганима Инквизиции, написал, да. Вы знакомы с Дмитрием Лео, с его служением чудес, лично не знаком, мы с ним еще не общались лично, а так, да, они там даже мои публиковали какие-то вещи у себя на сайте, вот, и... А лично с ними я еще не знаком еще. Хотя он в Киеве, да, слава Иисусу Христу, доброе утро, возлюбленные братья и сестры, всем шалом, аллилуйя, аминь, Наталья пишет, аминь. Спасибо, Господь, тебе за все. Да, и в Израиле верили, хотя, да, и практиковалась такая же нитьба, когда юноши и девушки не знали друг друга, значит, еще, значит, еще, ну, еще маленькие были даже детьми, значит, да, ну, только, может, бармитва только еще прошла, еще бармитва, еще подростки. Хотя уже, уже по-израильскому уже взрослые. Вот, и родители уже обговаривали свадьбу уже их. И потом проходили годы, и они созревали для уже семейной жизни, и свадьба состоялась, да, происходила свадьба. Вот, но это еще не все. Но в большинстве случаев, вот в древности именно брать, да, древний Израиль, то практиковалось и вот такое, когда юноши и девушки, вот они пути верили, что сам Бог их пересекает. Да, и вот девушки готовились заранее, самые красивые платья свои готовили, которые становились потом и подвенечными, как говорится, свадебными платьями. Вот, и Александр Менни, да, читал, да, «Глубокие мысли избавления от сектанцев». Дарик Принц провел крещение в Духе Святом, да, говори на языках, здорово, слава Богу. Вот, и, кстати, интересно, вот мое крещение Духом Святым, вот именно с говорением на языках, тоже Александр Менни подтолкнул меня к этому. Там у него не было прямым текстом об этом сказано, но вообще о Духе Святом и о переживании Духа Святого апостолами первыми и первыми верующими, о сверхъестественном движении Духа Святого первого века, первый век христианства у Александра Менни написано. И как раз вот именно вот эти вот его рассуждения, они меня вот очень сильно побуждали к этому, вот, к тому, чтобы помолиться о крещении Духом со знамением молитвы на иных языках, тогда вот, в 96-м году. Так что Александр Менни тоже сыграл для меня вот в этом плане такую роль очень-очень серьезную. Конец Хейген тоже, да, почему языки? Такие простые, очень брошюрки, такие простые, такие книжечки, но очень емкие, очень четкие. И вот девушки еврейские, они брали эти платья свои, шли в эти виноградные сады, потом обменивались этими платьями, там переодевались, да, да, интересное было время. Переодевали все девушки в платье, и поэтому часто бедные девушки оказывались в дорогом платье, вот, а богатые девушки оказывались в сравнительно бедном платье, вот, и ходили по этим садам, пели песни, вот, туда юноши слетались со всего Израиля, со всех колен Израиля, вот, это было еще тогда, когда еще все колены были на месте Израиля, вот, все 12 колен. снят было в Библии, написано запрет как раз на вот потому что раньше женились и выходили замуж только в своих коленах, да, а когда был запрет снят, то значит вот такая практика на сегодняшний день, как раз Тубиав она была на полнолуние месяца Ав вот да и да спасибо тебе Господь за все, спасибо и вот юноши не видели девушек девушки прикрывали свои лица, да ну по восточному тогдашнему обычаю этот обычай сохранился у многих народов Средней Азии и Востока закрывать свои лица девушкам, значит, да, значит, и да, они закрывали свои лица, Андрей пишет, доброе утро, братья и сестры, и слава Богу аминь, слава Богу и поэтому и по платью не определишь, богатая это или бедная девушка, с какой семьей она не определишь, потому что все переодевались, играли впереди, валкивайте вот и лица не увидишь закрыты юноши должны были почувствовать вот внутри кто является из этих девушек именно его Богом данное интересно такая была игра да, интересна была жизнь у израильтян тогда да, и да, и потом, когда они делали свой выбор они брали эту девушку приводили потом только узнавали ее лицо да, видели вот, значит и кто она с какого рода с какого колена вообще израиля с какой семьи вот, и вскоре играли свадьбы как раз вот, очень интересная традиция такая была, да и вот с тех пор сейчас так уже не поступают конечно в Израиле сегодня уже это это просто древний обычай такой, да ну, может где-то там высоко в горах да не в нашем районе да бомбарбей киргуду да, как говорится да вот, значит может быть и где-то сохранилось но на самом деле нет на самом деле давно уже это забытый обычай лишь в исторических писаниях это все мы читаем вот но с тех пор вот этот праздник он так и называется Туби Аф то есть как раз и в полнолуние месяца Аф вот сегодня-завтра это как раз праздник любви это как вот в христианском мире там день Валентина допустим да, Валентинка праздник влюбленных вот, нечто подобное да, вот в Израиле вот и этот праздник был самым радостным наравне с Йом-Кипуром ну Йом-Кипур сегодня это праздник такой покаяния по статам строгий такой значит, да радостью не назовешь и нынешний праздник тоже как бы он для израильтян как бы так еще но в древности было так вот, да интересно да, и вот про сады виноградные я поспел здесь и это все вспомнилось вдруг спасибо тебе, Господь спасибо да в небесах Иисус мое вдохновение в золотых лучах откровенье Иисус лоза виноградная к ней летят дожди благодатные Иисус лоза виноградная к ней летят дожди благодатные Иисус для мира спасение иисус мое воскресение улыбнись глазами небесными уведи в долину чудесную улыбнись Глазами небесными, уведи долину чудесную, в небесах лазурь колыбельная, В небесах страна беспредельная, на заре всады виноградные, к нам летят дожди благодатные. На заре всады виноградные, к нам летят дожди благодатные. Дождь пошел по вольному пополю, зазвенел над горными тропами, Дождь плывет холмами высокими, дождь поет ручьями-потоками. Дождь поет, холма плывет холмами высокими, дождь поет ручьями-потоками. И шумят дожди пробуждения, в Иисусе сила спасения. Над землей весенняя радуга, Иисус, над нами Твоя рука. Над землей весенняя радуга, Иисус, над нами Твоя рука. Аллилуйя, Аллилуйя. Да, замечательная песня «Иисус, мое вдохновение» называется. Так называется, да. «Иисус, мое вдохновение». Она со сборника «Песнь Возрождения». Я на днях услышал ее на Ютубе. И очень понравилась мне тоже в разных исполнениях. Тоже эту песню услышал я ее тоже. Баптисты, писятники пели харизматы. Очень в разных исполнениях, но очень понравилась мне она. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе за благодать. Красивая пишет, да. Часто поем эту песню, Дмитрий пишет, да. Алина, да, благоставляю вас, да. Люблю вас, благоставляю вас. Вот действительно, в эти дни молился за вас, чтобы Бог утешил. Потому что, да, мама умерла ваша, но, знаете, Господь не оставляет нас сиротами. Наши мамы, папы, они уходят, да. Близкие, родные люди уходят, но наш папа и наша мама, это сам Бог Святой. Он наша мама, Он ваша мама сейчас. Он ваш папа, Он все для вас. И для каждого из нас. И, знаете, когда умер мой папа, потом умерла моя мама, вот, брат родной, младший. И, знаете, вот, и когда не стало дорогих, самых вот близких людей, да, родных, не стало их уже, вот, то я впервые тогда вот задумал, Господь дал мне мир, аминь, аминь, да. Я молился эти дни тоже за вас, да, чтобы мир был Божий, да. И сейчас молюсь, благоставляю вас. И Он утешитель мой, аминь, да, да, это да, это точно. И я тогда впервые задумался над тем, вот, что, что действительно мы сироты, да. Равно или поздно становимся сиротами. Раньше себя не воспринимал сиротой, потому что и мама, и папа у меня были, да, значит, но когда их не стало, я понял, да, я сирота. Вот, и пришло вот это утешение, что да, Он не оставляет нас сиротами, Он не оставляет нас сиротами, на самом деле, и мы не сироты, мы в Нем, Он наш родитель, наши родители, они лишь нас удочерили, усыновили. Сейчас, извиняюсь, а то у меня сейчас, с лепешкой сейчас, уже боюсь, что сгорит даже, поэтому я, а то я оставил ее здесь. Ой-ой-ой, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Так, Господь да благословит. Что-то получилось, это у меня как, опа, есть. Спасибо, Господь, за хлеб наш насущный. Вот, аллилуйя. На причастие будет мне такая лепешка как раз вот. Спасибо, Господу, за маму, да, аминь, аминь. Спасибо, Господу, за маму вашу, за... Надеюсь, я ее встречу, конечно, сто процентов. И интересно, что наши родители, они нас действительно усыновили, удочерили. Вот, и мы прилепились друг к другу. Вот, и мы как родители, мы, да, усыновили, удочерили, вот, своих детей. Нас, наши родители, усыновили, удочерили. И вот это продолжается уже 6 тысяч лет на этой земле. Да, 6 тысяч лет уже продолжается, почти, без малого. 5780 лет уже продолжается все это. Вот, что мы усыновляем, удочеряем, да, и нас усыновляют, удочеряют, и мы усыновляем, удочеряем. Потому что наших детей, допустим, да, мы знаем с момента, ну, немного узнаем их с момента, да, вот, еще беременности. В одни беременности еще, да, значит, уже мама больше, конечно, чувствует своего ребенка. Вот, и папа чувствует своего ребенка, значит, да, значит, и больше, меньше у людей это тоже развито, да, значит, кто-то больше это воспринимает, кто-то меньше это воспринимает, понимает. Вот, но особенно с момента рождения, конечно, когда появился уже человек в этот мир, да, уже с прихода в этот мир, да, то действительно и мама, и папа, да, они усыновляют, удочеряют человека, вот, воспринимают его. Почему говорю усыновляют, удочеряют? Потому что по-настоящему-то все мы, все-все-все-все-все люди на земле, какие рождались и рождаются сейчас, сегодня, прямо сейчас, допустим, да, мы все дети Бога, и Бог наш родитель, Он наша мама и наш папа. Хуже всего, когда вторая половинка умирает, это как будто тебя разрезали сразу, понимаешь, что двое одна физически, да, ужасно. Вот, я много слышал таких свидетельств, и опять-таки тоже мы знаем нашу половинку, нашего мужа, нашу жену, то есть мы знаем друг друга, допустим, сколько лет, допустим, да, определенное количество лет, вот, но было время, когда мы не знали друг друга, не видели друг друга, да, и мы восприняли друг друга как мужа и жену уже, да. Да, я когда увидел свою Инну, да, я, не знаю, вот говорят в любой первой взгляде, у меня сразу прям вот, я внутри понимал как-то мое, вот просто мое, вот она моя и все. Вот, она еще, может, сомневалась, но я уже не сомневался, что точно вот она моя и все. Вот, и, значит, и почему так, не знаю, вот как вот сегодняшний праздник как раз для меня немного ответом является, да, Тубиаф, вот, что сердце сразу внутри как-то вот оно, как говорится, сердце, тебе не хочется покоя, да, сердце, или как там, да, как-то-то. Так, да, спасибо сердце, что ты умеешь так любить, да, вот так вот, и уже понимая, что это твое, да, и я не представляю себе, если бы, да, значит, не знаю, ну, женился бы на другой девушке, просто не представляю себе, если бы другая женщина была бы, значит, ну, я... Потому что, действительно, есть какая-то мистика в этом, да, есть действительно какая-то тайна определенная, да, что мы вот находим, именно друг друга находим именно. Даже если это было, казалось бы, значит, там, случайно, Его Величество Случай, Его Величество Случай, это псевдоним Его Величество Господа Бога на самом деле. Вот, и, да, сегодня хлебушек, спасибо, Господь, за хлеб наш насущный, спасибо, спасибо за все, спасибо, а наипаче за хлеб небесный. Да, и мы знаем друг друга немногое время на земле, узнаем друг друга с момента рождения, да, мы знаем своих детей, да, и воспринимаем их своими детьми, да, и мы их, действительно, удочеряем, усыновляем внутри нашего естества, да, это становится нашей частью нас, вот, это часть нас самих, это наши дети, наши девочки, мальчики, но по совести-то мы их удочеряем, усыновляем, потому что они также являются дочерьми и сыновьями Бога, как и мы сами, собственно, вот, и мы, да, все на земле, мы дети Бога, вот. Вот, и Бог наш Творец, мы приходим из вечности, и в момент прихода на эту землю мы просто забываем, что было раньше, другой бы улицы прошел, меня б не встретил, не нашел, да, это точно, да, тебя б не встретил, да. Другой бы улицы прошел, да, тебя б не встретил, не нашел, представить страшно мне теперь, что я б не ту открыл бы дверь, другой бы улицы прошел, тебя б не встретил, не нашел, аллилуйя, да. Представить страшно мне теперь, о, я б не ту открыл бы дверь, да. Спасибо тебе, Господь, за все, спасибо, 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 да. Когда же таким образом подойдем к 652-му «Красота Иисуса, светись во мне», уже подходили, я же пел этот псалом уже не раз уже на утренних, или вечерних, на утренних эфирах пел уже, да. Этот псалом, очень нравится мне этот псалом, да, очень нравится, слава Богу, споем его обязательно, Господь даст, вы-то можете петь его уже сейчас, чё ж, не дожидаясь, не дожидаясь меня. Я его пел, да, на эфирах, да и не только на эфирах, вообще так вот, бывало на молитве, у меня был сборник «Песнь Возрождения», это здесь сборник такой, «Псалмос пивы», здесь в основном украинские псалмы, на русском языке есть очень мало псалмов из этого сборника, но бывает, что я из этого сборника беру тоже и на русском языке, на украинской мове беру некоторые псалмы, ну, какие знаю, а какие не знаю, ну, допустим, заинтересовался каким-то псалмом, то я на ютубе набираю и смотрю, как оно исполняется вообще. Аллилуйя, здесь есть, а, вот, я же заложу даже. Зайдем на Голгофу, друзья, спасительку жертву віддав там життя. Мессия лишь правды людей научав, негедужных зціляв, за що так постраждав, схилім сперед ним, схилім сперед ним, Зайдем на Голгофу, друзья. Да, ну, эта песня знакома мне просто уже, «Взайдем на Голгофу, друзья», и вот нашел здесь на украинском языке. Классно. Интересно звучит тоже, да. Так что, друзья, братья, сестры, Господь да благословит нас, и на самом-то деле мы все Божьи, род Его, и мы живем, и движемся, и существуем. И действительно-то, все мы пришли из вечности, идем в вечность. Вот, и поэтому, да, когда люди, вот, да, мы теряем друг друга, близких, родных, родителей, детей, друзей, братьев, сестер, вот, значит, да, мужей, жен, да, поддерживая Лина, Аллилуйя. Может, песня «Страшно бушует житейское море», да, тоже хорошая песня, интересная такая. Она прям такая вот, тоже в тему последнего времени, очень интересная песня такая, да. Да, тоже, но я ее в эфире не пел, я пробовал так ее петь вот для себя, вот, и слушал ее в записи тоже на Ютубе, эту песню «Страшно бушует житейское море», очень интересная песня такая. Или как-то пел на эфирах, да, я как-то пел ее, слушайте, пел, точно, но давно, года три назад, два года, или три года назад тому. Здесь же, в Киеве, да, точно, да, по-моему, когда Андрей приезжал наш с Минска, как раз, да, вот, как раз и я пел-то эту песню, точно. Как раз тематика была такая, молитвы о последнем времени, да, очень интересная песня такая, да, о житейском море. Спасибо, спасибо, Господь, Тебе за все, благодарю Тебя, благодарю, благоставляю великое имя Твое, благостави народ своим миром сегодня, благостави детей своих сегодня. И сегодня, Господь, и хлебопреломление, да, вот так вот, да, хлебопреломление, спасибо, Господь, за хлебушек, что вот дал сегодня так пожарить, спасибо, Господь, да, Ты посылаешь нам пищу во всякое время, Господь, насыщаешь нас, спасибо, спасибо, Господь. За плод виноградной лозы, спасибо, и за хлеб из земли, спасибо, а наипаче за хлеб, сошедший с небес, спасибо, и за лозу виноградную, небесную лозу, да, потому что царство Твое, это страна лозы, великой лозы виноградной, царство Твое небесное, да, это действительно страна лозы, спасибо тебе, Господь, спасибо. Да, друзья, поэтому мне очень нравится, когда в Грузии, да, Грузия, одно из самоназваний Грузии, да, это страна лозы, они называют страна лозы. Здорово. Как вот кусочек рая, буквально вот на самом деле, кусочек рая на земле. Есть на земле места, где вот былого рая, знаете ли, фрагменты какие-то более или менее сохраняются. Ну, конечно, уже, да, все не то, что было когда-то, но как-то максимально возможное для нашей действительности райские элементы сохраняются определенные. Отблески былого рая, допустим, там в Крыму, допустим, такие места есть, на Кавказе, вот в Грузии, допустим, да, в других местах там, на островах, может, где-то там, значит, там, да, в Афиопии, говорят, есть под Эдис-Абебой там красивейшие места есть такие вот. Тоже они похожи на вот, что, как отблеск былого рая. Есть места, которые очень сильно, на земле, которые сильно потеряли подобие и образ рая, уже максимально похожи на адские места, максимально приближенные к таким, к преисподне. Таких мест больше, к сожалению, и, к сожалению, человечество умудряется ускорить весь этот процесс, чрезвычайно ускорять этот процесс превращения Эдемского в преисподнее, в райского, в адское. К сожалению, да. Вот, но, несмотря ни на что, все-таки на земле сохраняются такие места. Вот, как вот говорят, экологически чистые районы там места такие, вот, где-то в Европе, в Азии, да, сохраняются в Африке, в Латинской Америке, в Австралии. Есть еще места такие. Спасибо тебе, Господь, за все, спасибо. Но даже эти места, максимально сохранившие, вот, как бы, насколько это возможно, сохранившие отблески былого рая, Эдема, это ничто в сравнении с тем, что было, конечно. Но и то, что было, это ничто в сравнении с тем, что будет. Новая земля, новая небеса. Аллилуйя. Поэтому ожидаем, да, мы просто величайшего, просто чуда. Величайшего чуда. Спасибо тебе, Господь, за все. Гряди, Господи Иисусе, гряди. Аминь, 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 да.